Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня я познакомлю вас с ярким и интересным гостем. Юриспруденция достаточно древняя наука, поэтому нет ничего удивительного в том, что такой праздник, как День юриста, отмечали еще в дореволюционной России. В 2023 году его отмечают 3 декабря. В этот день принято поздравлять всех тех, кто имеет отношение к этой науке. И сегодня у нас в гостях как раз такой человек. Позвольте представить вам адвоката Светлану Байрамукову. Здравствуй, Светлана. Здравствуйте, Мадина. Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Я хотела бы тебя поздравить с наступающим, так сказать, профессиональным твоим праздником и всех тех в твоем лице, кто имеет отношение к юриспруденции. И, собственно, с чего бы мне хотелось сегодня начать наше знакомство с телезрителями. Рассказать немного о тебе, об истории становления тебя как адвоката. С чего начиналась твоя любовь к этой науке? С детства ли или уже в более осознанном возрасте? Как так получилось, что ты выбрала вот эту стезю? На самом деле, когда ты перечитываешь и просматриваешь биографии выдающихся юристов и адвокатов России, каждый из них говорит о том, что вот он чуть бы не с пеленок хотел быть адвокатом, хотел быть на страже законных прав и интересов граждан. В моем случае совершенно не так. Никогда не хотела, да? Дело даже не то, что не хотела. Я выросла в семье достаточно такого правдоруба опера отца, который боролся с преступностью. И всегда для меня вот та сторона... У меня всегда была либо черная, либо белая. Но я помню точно, что всегда я была идеалистом. Но это не есть хорошо, скорее, это вот минус в моем характере. И всегда была правдорубом. И всегда я хотела быть законником, работать либо в прокуратуре, либо в следственных органах. На что мой отец, вот первый раз, что я помню об адвокатуре, мой отец сказал, Светлана, ты все-таки девушка, если ты собираешься идти работать в органы, то я должен быть рядом с тобой, что тоже недопустимо. Тебе нужно выбирать женскую профессию. В этой связи с учетом того, что у меня был дедушка русоведом, филологом очень хорошим, по материнской линии... Ну вся интеллигенция, в общем-то, собралась, да? Ну все пророчили мне, как бы, будущее филолога, что, естественно, мне пришлось сделать. Я поступила в Карачаевский государственный университет. Каким-то образом я в моменте забыла о том, что я хочу работать юристом и быть юристом, но уже ближе к окончании пятого курса я поняла, что я все-таки мечтаю о юриспруденции. И я поступила в государственный университет, российский государственный, на юридический факультет. Все-таки пошла, да? Все-таки пошла. Я выбрала специализацию государственно-правовую, то есть это была гражданская специализация. Затем уже была работа в институте юридическом, где я больше почерпнула знаний теоретических. У меня был прекрасный наставник, который научил меня работать в этом институте. И затем уже это была работа в Минюсте. Вот тогда я почувствовала, что я все-таки юрист, я цивилист. Затем уже была работа в уполномоченном МФЦ юристом. Там огромное количество недовольных граждан, которые приходили. Собственно, как всегда в МФЦ, я думаю. На тот период МФЦ относительно был молодой центр, это был 16-й год. Практически только открытие. Да, и мы только запускали услуги, мы заключали соглашение. Я поняла, что я могу больше, чем я думаю. И вот в продолжение того, почему я пришла в адвокатуру, мы там создавали и отдел дополнительных платных услуг. И вот все, что связано с юридической деятельностью, я испытала буквально вот в этом муниципальном центре. И затем уже стала понимать, что я выросла из всего того, что я делала и в Минюсте, и в МФЦ. Выросла до чего? До того, чтобы стать юристом самостоятельным. И вот мне как-то одна подруга говорит, ну, Светлана, у тебя достаточно хорошо получается. У тебя есть вот такая вот жилка, ты пытаешься чего-то всегда достичь. И всегда этого достигаешь. Почему бы тебе не пойти в адвокатуру? И вот она дощелкнула. Знаете, адвокатура для меня на самом деле, это, если говорить о карьерной лестнице, то это, наверное, одна из главных ступенек в моей жизни. Объясню, почему. В адвокатуре, в принципе, нет карьерной лестницы. Мы все бок о бок работаем. У нас есть профессиональная этика, которая не позволяет нам оскорблять друг друга. У нас есть этика, которая не разрешает нам переходить на личности. То есть ты не можешь быть просто профессионалом. Ты должен быть личностью всесторонне развитой, образованной, интеллигентной. Ты обязан соблюдать нормы этики, всевозможные этики. Я уверяю, что кодекс адвокатской этики, он куда строже, нежели другие этические нормы. В этой связи, наверное, юристом я себя почувствовала полноценно, когда пришла в адвокатскую деятельность. Скажи, пожалуйста, за тот срок, сколько, кстати, именно в адвокатуре ты именно адвокатом работаешь? Вот как раз в конце декабря будет ровно три года, когда я работаю адвокатом. Такая деятельность, ну, мини-юбилей, скажем так, да? Мини-юбилей, да. Скажем, этот. А вот за эти три года ты выбрала какую-то специализацию? На чем ты конкретно, вот с чем ты чаще всего имеешь дела? С какими запросами к тебе приходят граждане, как правило? Один, дело в том, что вот когда мы выбираем определенную категорию дел, с которой хотим работать, только с этой категорией работать невозможно, да? Да, потому что запросы совершенно разные. Двух одинаковых дел и двух одинаковых ситуаций совершенно нет ни в коем случае. Если мы говорим о том, что зачастую люди обращаются, это вопросы по неплатежеспособности населения. Это не только банкротство, да. Это не только банкротство, это и работа с судебными приставами, это еще и то, что пытаются получить рассрочку платежей в банках, либо признать сроки исковой давности и так далее и тому подобное. Другая категория дел, которые зачастую к нам поступают и приходят люди с такими запросами, это расторжение брака, разделы совместно нажитого имущества и, естественно, алиментные обязательства. И третья, наверное, категория, тоже вытекающая из семейных правоотношений, это наследственные споры. Их стало очень много на данный момент. И это не только, когда они вступают в наследство по праву представления, когда это, к примеру, по умершему отцу племянники, еще какие-то. Но это прям спор с родными, членами семьи. Это одна из самых таких сложных категорий. Она морально, скажем так, тяжелая. Дело в том, что когда адвокат берет дело в производство, он в любом случае втягивается в это дело и также эмоционально проживает. Достаточно сложным является сам факт того, что ты не можешь выстроить свои личные границы в тот момент, когда к тебе приходит семья, либо человек и начинает рассказывать всю свою историю. То есть сопереживаешь, да? В любом случае, да, эмпатия, она, несомненно, есть. Но это очень сложно баррикадироваться и говорить людям, что давайте без эмоций. Такая сфера деятельности, она предполагает вот эту эмпатию, потому что по-другому, как ты будешь помогать людям, если ты им, собственно, не сочувствуешь и не сопереживаешь, да, скорее всего? Ну, в основном они приходят, вы же знаете, что к адвокату в принципе счастливые люди не приходят, да? Да, наверное. Ну, как считается, принято считать. Они приходят с болью, чтобы им помогли. Как минимум, ты выступаешь в первую очередь психологом. Они рассказывают тебе всю историю своего рождения, своей жизни, а потом уже постепенно приходят к тому, какие проблемы у него образовались. Зачем? Да, собственно, они пришли. А в целом, вы знаете, Мадина, это на самом деле помогает в связи с тем, что он-то приходит с одной проблемой, а выявляется ряд проблем, которые необходимо решить в комплексе. То есть это как к врачу прийти, да? То есть нельзя полечить симптом, нужно решить причину. Я всегда говорю, что вот адвокату, как и врачу, вот они когда приходят, есть категория людей, которые пытаются скрыть какие-то определенные подробности, которые в суде могут сыграть с ними злую шутку и вот в обратную сторону сыграть на руку оппоненту. Поэтому мы всегда говорим, у нас есть кодекс неразглашения тайны своего рода. Все, что у нас сказано в нашей коллегии, сказано в нашем кабинете, это остается строго между доверителем и адвокатом. Почему адвокат отличается от юриста? Исключительно тем, что у нас есть морально-этические нормы, за которые нас может наказать коллеги адвокатов региона и ФПА, в принципе, России. То есть если нам доверитель поведал свою какую-то историю, тайну, мы нигде, ни в коем случае не можем рассказать вот как бы какие-то даже нюансы. Света, ты знаешь, вот сейчас прозвучала фраза адвокат и юрист. В моем понимании обывателя это всегда было что-то идентичное, просто разное название. А оказывается, это все-таки разные такие вот понятия, да? Да, вот смотрим один, когда к нам приходят, зачастую все ищут, нам говорят, нам нужен юрист, нам не нужны адвокаты, либо нам нужен вот... Адвокат, но не нужен юрист. Мы объясняем, что адвокат не может оказывать квалифицированную помощь и вообще состоять в реестре без юридического образования. Но юрист, он может осуществлять свою деятельность, открыть статус ИП и работать, да, либо быть просто как бы самозанятым. При этом он может быть не быть адвокатом. Да, каждый адвокат юрист, но не каждый юрист является адвокатом. Светлана, у меня такой вопрос. Часто у нас в стране, скажем так, да, ну, звучат такие мнения о том, что, в принципе, юридическая профессия сегодня, да, она как бы не особо востребована и, может быть, где-то даже неэффективна. Вот вопрос. Считаешь ли ты, что это так в какой-то степени или не согласна категорически с этим? И вот, на твой взгляд, перспектива вообще профессии юриста какова? Всегда ли будет востребована эта деятельность? Или, может быть, все-таки придет время, когда юристы и адвокаты не нужны будут нашему обществу? Мадин, как говорится, все же у нас по потребностям, по запросам, да, с учетом того, что юридический рынок, несомненно, он переполнен юристами и специалистами, профессионалами, да, сферы деятельности, они расширяются. Если мы ранее не могли даже предположить, что будет такое направление, как IT-юрист, да? Есть такое, да? Конечно, да. Сферы деятельности юриспруденции, они расширяются. Нам всегда есть к чему стремиться, есть к чему расти. Если мы говорим сейчас в нашем регионе, что вот бутуют вот такие запросы, как семейные, да, то в других регионах, когда мы говорим о крупных городах, и к нам это тоже понемногу приходит, это... Авторское право, да? Конечно, это авторское смежное право. Интеллектуальное. В любом случае. Это у нас, и в нашем регионе это тоже есть. Это и умение вести социальные сети, это и умение, и правильно... Вот сейчас у нас как раз закон о рекламе вышел. Как правильно с юридической точки зрения это все упаковывать? Заниматься блогерством, да? Конечно, блогерская деятельность, это же тоже лицензируемая деятельность, это тоже налогооблагаемая деятельность. То есть сфер очень много. И полагаю, что несмотря на то, что уже запущен своего рода бот, юрист, да, живого общения это раз. Во-вторых, понимание такого, как человек, бот не может этим обладать. Поэтому полагаю... Нюансы есть тонкости, да, Славис? Я полагаю, что не изживет себя профессия юриста. Возможно, она видоизменится, может произойти, как-то эволюционировать. Что касается адвокатуры Российской Федерации, она-то проходит всегда тернистый путь, и всегда у нас адвокатура иногда противопоставляет себе государству. Очень часто и в дореволюционной, и в революционной России адвокатура, она вот прям постоянно ходила по краешку ножа, и вот мы с огромным трудом потом себе вот и закон принимали, и работали, и гонимы в одно время. Своего рода адвоката были, да, и высказывания и Ленина есть о том, что нужно в ежовых рукавицах адвоката держать, да. Поэтому я не думаю, что юридическая профессия, она видоизменится. Свет, у нас такой интересный разговор сложился, но все равно время у нас, к сожалению, ограничено. В связи с этим мне хотелось бы напоследок у тебя спросить, если бы у тебя была возможность поздравить своих коллег и, собственно, себя в лице коллег, что бы ты пожелала всем юристам, адвокатам, всем тем, кто имеет отношение к юриспруденции, людям? Своим коллегам-юристам я бы в первую очередь хотела пожелать мирного неба, под которым легче работается, дали профессиональных успехов, достижения всех поставленных целей, которые у нас в текущем году поставлены, и, несомненно, таких дел, таких кейсов, где нам не нужно было бы идти в суд, и можно было бы договориться на берегу, и, наверное, развитие медиации в нашем регионе. Вот все, что бы я хотела пожелать нашим коллегам. Что ж, Светлана, спасибо тебе большое за нашу интересную беседу. Я присоединяюсь к твоим поздравлениям, и от себя лично точно так же хотелось бы поздравить тебя еще раз, пожелать успехов в твоей профессиональной деятельности. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.